Новое видео выходит каждый день в 20.00. Вы знаете, я вынашивал идею данного ролика на протяжении огромнейшего количества времени, когда второго канала ещё даже в помине не было. Я даже не думал о его создании, а о создании данного канала я думал где-то, ну, наверное, месяца 3-4, вот, то есть, чтобы выкладывать ролики каждый день, там, на протяжении, пока их не наберётся, тысячи и так далее. И я пришёл к тому, что я выложу данный ролик не на основной канал, не на первый, вставив туда рекламу, а выложу данный видеоролик на второй канал, на котором видео выходят каждый день в 20.00. И вы знаете, как мне кажется, я подойду к данному ролику абсолютно безалаберно. Я запишу его с первого дубля, как получится, так и получится, поэтому я вам сразу хочу сказать, я буду запинаться, у меня какой-то сумбур в голове, я не знаю, о чём я буду говорить, у меня нету чёткого плана, нету даже каких-то микротем, которые я должен задеть. Но, блядь, Ангел Кассата так все свои ролики записывает, и я думаю, что вполне нормально получится и у меня. Сценарий никакого о том, о чём я буду говорить, я тоже не знаю, но давайте начнём. А если вы на протяжении какого-то длительного времени следили за одним и тем же ютубером, как он был никем, и вот он стал кем-то, то вы могли пронаблюдать такую картину, что он изменился. И чаще всего, да, наверное, всегда, они меняются не в лучшую сторону, а скорее даже наоборот, в одну из самых худших сторон. Они изменяют себе, они хотят казаться чем-то лучше, чем они и есть. И давайте об этом мы сегодня поговорим более детально. Я не знаю, на сколько минут выйдет данный ролик, я в принципе не могу это знать, потому что как я буду говорить и о чём я буду говорить, также зависит от меня, но я постараюсь всё уместить достаточно кратенько, чтобы вы смотрели и уловили главную суть того, что я хотел вам донести вот этим вот роликом. И я понимаю, что он не соберёт большого количества просмотров, так как, ну, тема достаточно скудная на какую-либо аудиторию и так далее. Поэтому что-то мне подсказывает, что данный ролик наберёт наименьшее количество просмотров. Я всегда обычно так говорю на ролике, который там наберёт потом по тысяче, там по две тысячи просмотров, но что ж поделать, что ж поделать, приходится делать и так. Так вот, я вот следил, допустим, за тем же Моргенштерном, и вы знаете, если посмотреть, вот даже если вы сейчас зайдёте на самые первые ролики Алишера Моргенштерна, то он не совсем, конечно, сампер, но пример, я думаю, подходящий для данной ситуации. Так вот, если вы зайдёте на самый первый ролик Алишера Моргенштерна, то вы увидите, какой он был там. Такой, знаете, открытый, искренний, не старающийся казаться чем-то лучше, чем он есть. То есть он был настоящий, нежели то, что есть сейчас. Вот просто зайдите сейчас на самый новый ролик Моргенштерна. На момент записи и озвучки данного ролика это, сейчас скажу, какое число, это у нас 15 февраля 2019 года. Когда я выложу данный ролик и выложу я его вообще, я не знаю. Поэтому, ну вы понимаете. На момент вот озвучки данного ролика, там самый новый видос у него, это клип был, Пальма Гофит номер 2 и так далее. Так вот, вы знаете, то есть я вот начал замечать это за многими. И в самповском кругу я могу привести абсолютно каждого человека. За исключением троих вот людей. Насчёт второго, которого я назову, я не совсем уверен, потому что я общался и... с ним я общался и как-то смотрел его контент достаточно в малых количествах. Мне он не особо интересен, если честно. Но давайте я назову тех людей, которые, мне кажется, которые не стараются казаться чем-то лучше, чем они есть на самом деле. Это Ангел Касада. Это вот второй человек, про которого я не совсем уверен, но давайте я его сюда добавлю. Это Эмпайр. И третий человек это Андрюха Киевский. Это мой наставник в самповском ютубе. На самом деле, про родителей я бы сказал. Естественно, не критики, а просто вот меня как самп-ютубера, если так можно сказать, я ненавижу, когда меня сейчас называют самп-ютубером, но именно Андрюха Киевский зародил во мне любовь и, наверное, ненависть. Хотя ненависть зародил не он, ненависть зародили другие самп-ютуберы. Так вот, о чём это я? Дело в том, что вот эти вот люди, как они были со ста подписчиков, я не смотрю в Ангел Касада, в общем, как они были с маленьким количеством подписчиков, и как они есть сейчас, они абсолютно не поменялись. Что Андрюха Киевский, что Ангел Касада, что вот Эмпайр Спорна, опять же, что Эмпайр, и, вы знаете, и вот это охуенные люди, именно поэтому, потому что они искренне открыты и честные, а искренность, открытость и честность, это большая редкость в наши дни. И я горжусь, что мне удалось вот в этом вот, в тёмном царстве найти такие лучики света, понимаете? Это одни из единственных людей, их нужно действительно ценить. Именно поэтому я извинился перед Андрюха Киевским, за сказанным мной в обзоре. Бля, в общем, за сказанное мной в обзоре я извинился перед Андрюха Киевским, вот, но там можете посмотреть извинения, если не видели. И вы знаете, то есть, ну на полном серьёзе, вот какие-то сам ютуберы по типу там, знаете, Ричи, Долорензи и многие другие, можете не говорить мне по типу Малфоя там и прочих, потому что Малфоин изначально был вот придирчив на заработок. Я говорю именно про людей, которые начинали абсолютно без денег, с какими-то своими принципами, с моральными устоями, со своим мнением, а закончили тем, чем закончили. Я думаю, вы и сами понимаете, к чему я клоню. И вот от всего этого меня берёт дикое отчаяние, потому что, ну, как, блядь, такое мы, как мы, блядь, так... Я в каждом, наверное, вот в таком вот разговорном ролике, в котором я не бомблю, а просто говорю, я в каждом ролике, блядь, спрашиваю у вас, да и у себя, наверное, как мы такое вообще смогли допустить? Что какие-то люди, их меньшинство, они искренне, они честные, они охуенные, у них мало подписчиков, самый большой это Андрюха Киевский и, блядь, а, Сергея Сорокина, я ещё забыл тот список добавить, но это ладно, потом. И что у Андрюха Киевского больше всех подписчиков, сколько у него там, 53 тысячи или 55 уже, я не помню, я не смотрю на количество подписчиков, я смотрю исключительно на его контент. Я вот прям не знаю, ну, каким просто образом, я не понимаю. В общем, ладно. Я думаю, что я сказал всё, что хотел, если надо будет, потом как-нибудь дополню это обязательно, а, возможно, и не дополню. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока.